Всем привет, дорогие друзья! Сегодня снова будем говорить про тестирование. В прошлом ролике мы говорили про веб-драйвер и про автоматизацию веб-тестирования. Впрочем, у меня есть еще другие видео на канале, которые обсуждают тему автоматизации. Сегодня мы будем говорить про анализ веб-трафика. А это значит, что мы будем отправлять запросы, перехватывать их, как-то их видоизменять и отправлять обратно на сервер. Нам, как тестировщикам, очень важно уметь анализировать веб-трафик, исходящий, входящий, все что угодно. И просто понимать, каким образом составляются запросы. И вообще, честно говоря, это очень-очень интересно. Конкретно поговорим про то, как использовать Charles, такая система для обработки трафика. Также разберемся, как использовать эмулятор Android на компьютере и как его настраивать. Поэтому, поехали! Итак, дорогие друзья, с чего же мы начнем? А начнем мы с того, что мы будем смотреть, как работать с эмулятором. Итак, для того, чтобы получить эмулятор у себя на компьютере, будь то Mac, Windows, Linux, самый простой вариант это скачать Android Studio, и в Android Studio уже будет возможность установить любой эмулятор, который вам нравится на любой вкус. Конечно, есть другие пути, можно скачать SDK Tools отдельно, вот они, даже вкладка для них есть, SDK Tools. Но это, скажем так, чуть более сложный вариант, в котором нужно взаимодействовать с интерфейсом чуть больше, как ручками, то есть с командной строкой. Поэтому мы будем сейчас идти по более простому варианту. Итак, у нас есть Android Studio, установлено, и мы запускаем Android Studio. Смотрите, здесь у меня уже указаны проекты, которые у меня есть, нас это не интересует, нас интересует вот что. Здесь вот такая маленькая кнопочка есть, ее нажимаем, здесь у нас что будет? Virtual Device Manager, вот нам ее и нужно нажать. У меня здесь два устройства, Pixel 4a и Pixel 8. Можно все запустить из Device Manager и выбрать нужный нам эмулятор, допустим, Pixel 4a или Pixel 8, нажав кнопку Play. А можно запустить с терминала, что мы сейчас и сделаем. Мы находимся в macOS терминале, и нам нужно набрать вот эту вот команду. Нажимаем, и нам высвечивается список доступных эмуляторов. Ну, ровно то же самое, что есть в этом окне. Чтобы запустить нужный эмулятор, нужно набрать вот эту команду. Вот смотрите, я набрал здесь Pixel 8. Запускаем. Итак, эмулятор запущен. Его можно уже использовать для того, чтобы отправлять запросы на Charles. Charles будет их перехватывать. И мы можем уже модифицировать эти запросы, изменять и все, что угодно делать. Так вот, если мы перейдем на сайт Charles, CharlesProxy.com, здесь у нас, конечно же, в разделе Downloads можно скачать нужную нам версию. У меня версия для Apple Silicon, ARM64, можно ее просто здесь скачать. Она у меня уже установлена, поэтому все, что нужно сделать, это ее запустить. Итак, каким же образом выглядит интерфейс Charles? Ну, давайте посмотрим. Итак, эта кнопка волшебная позволяет либо запустить перехват трафика, либо его выключить. То есть, если мы нажимаем сейчас на нее, то перехват трафика начинается. Далее, смотрите, фильтр. Можно настроить фильтр по определенному сайту, допустим, DuckDuckGo. Все, он будет фильтровать только те сайты, которые имеют здесь в названии DuckDuckGo. Стираем этот фильтр. Structure. Так вот, в Structure можно увидеть все сайты, с которыми мы взаимодействуем, с которыми, то есть, трафик перехватывается. А Sequence пишется путь доступа, тоже хост, потом ошибки, которые происходят. Breakpoints тоже очень важная фича, которая позволяет нам быстренько в каком-то нужном месте, то есть, допустим, при нажатии на какую-то кнопку остановить трафик и решить, что дальше делать. Либо по этому запросу продолжаем, либо модифицируем запрос, либо как-то еще меняем его, да? Ну, в программировании Breakpoint тоже часто используется. Как же нам поставить сертификат, который нам нужен для перехвата трафика? То есть, грубо говоря, если мы сейчас здесь трафик здесь видим, он не покажет нам полную информацию. То есть, какую-то некоторую картину показывает, но без перехвата трафика и дешифрации мы не можем понять, что происходит конкретно. Сегодня мы будем тестировать конкретно в эмуляторе Android, поэтому мы будем дешифровывать Android трафик. Что для этого нужно сделать? Нужно зайти в Help, далее SSL Proxy, и здесь у нас будет что? Install Charles Root Certificate on Mobile Device or Remote Browser. Как только мы нажимаем на вот это вот, у нас будет инструкция как это все дело настроить. Я быстренько покажу, как все настроить, чтобы оно работало. Итак, в эмуляторе нажимаем здесь вот опции, выбираем Settings в настройках, потом Proxy, Manual Proxy Configuration. Нужно набрать вот этот вот адрес. IP-адрес должен совпадать с вот этим вот, и порт тоже самое. Потом пишет Success, то есть все хорошо, все работает. Но это еще не все. Далее, что нужно сделать? Нужно поставить сертификат в эмулятор. Коллеги, очень частый способ установки, это установка Proxy сервера, да? А потом переход по адресу charl.pro.slash.sl, да? И после этого вы сможете скачать сертификат на ваше мобильное устройство, либо компьютер. Но с этим способом установки у меня возникали некоторые проблемы, поэтому будем рассматривать другой способ установки, несколько более ручной. Но тоже, в принципе, то же самое. Берем сертификат и ставим, переходим в Help, SSL Proxy, Save Charles Roots Certificate. Так вот, как только вы сохраняете, перетаскиваете файл в эмулятор, и он у вас в файлах появляется. Вот Files у меня находится здесь, и Charles Proxy Certificate. Вот его нужно поставить то, что вы скачали. Как ставить сертификат в эмулятор? Заходим в Settings, в Settings мы вводим Certificates. У меня тут уже выбрано K, Certificate, Install Certificate. Ну, набираем здесь Install Certificate. И, собственно говоря, выбираем здесь нужный нам сертификат. После этого будет все работать на дешифрацию трафика. Что еще важно? Иногда нужно также поставить в настройках Wi-Fi. Здесь Settings, Network, Internet, Android Wi-Fi. То есть настройки, потом выбираем здесь. И ставим также здесь Proxy. Ну, как бы я поставил еще здесь для уверенности, что будет все работать. И все, после этого трафик весь перехватывается. Как только вы закроете Charles, у вас не будет работать интернет здесь. То есть просто все запросы будут идти на вот этот вот прокси-сервер. А если прокси-сервера нет, а Charles у нас выступает в роли прокси-сервера, то, естественно, ничего работать не будет. Поэтому открываем браузер, Chrome. Итак, мы открыли Chrome у нас на эмуляторе. Давайте почистим все запросы, там просто не нужно лишнее. Давайте сделаем фильтр по DuckDuckGo. Потому что это тот сайт, который мы будем сейчас использовать. Открываем новый таб и пишем здесь DuckDuckGo.com. Итак, как только мы загружаем DuckDuckGo.com, мы видим, что трафик уже пошел отображаться здесь. Мы видим запросы. И запросы очень подробные такие. Смотрите, где находится путь к определенной картинке, к какому-то ресурсу. Все-все-все можно посмотреть здесь. Причем, вы можете, смотрите, нажать здесь контент. И мы увидим конкретный контент. То есть то, что здесь находится. А что нам здесь важно? Во-первых, headers, заголовки. То есть мы видим, допустим, клиента, с которого это все происходит, все запросы. А какой у нас клиент? Конечно же, Android, Google Chrome. То есть видите, здесь все хедеры написаны, то есть заголовки. Потом summary. Все, что здесь прогружается, также отображено. Это, конечно же, не самое интересное, что мы хотим сегодня посмотреть. Сегодня мы хотим посмотреть именно, как взаимодействовать с этим трафиком. Как его видоизменять. Давайте еще раз сотрем, чтобы не было слишком уж лишнего. И давайте наберем testing. Смотрите, что происходит. По мере набора каждой буквы в поле ввода запроса, мы видим, что происходит поиск. То есть каждый символ буквально отправляется на сервер, и по нему происходит ответ. Для чего это все происходит? Для того, чтобы по каждому нажатию производить коррекцию, чтобы показывать, какие есть опции у вас здесь поиска. Чтобы вам меньше набирать было, да? Если мы, допустим, зайдем сюда вот, нажмем contents, все эти запросы отображены здесь. Testing DevOps, видим Tools, Types. То есть можно прочитать весь контент здесь. Очень прикольно, очень любопытно получается. Но что мы хотим сделать? Мы хотим поставить определенный breakpoint. То есть мы хотим узнать, что происходит, когда мы, допустим, отправляем полностью запрос. Пускай будет testing. Нажимаем здесь. И так вот отображается testing. Пролистываем здесь у нас чуть дальше. И давайте найдем нужный нам запрос, чтобы с ним работать. А вот он запрос полностью, видите? Testing. И, собственно говоря, мы видим все содержимое здесь, да? То есть полностью HTML-страница. На самом деле у меня даже компьютер начинает чуть-чуть притормаживать от того, что здесь очень много информации и много данных. Поэтому давайте переключимся. Итак, чтобы поставить breakpoint, нам нужно сделать что? Запрос. Итак, я уже ввел testing вот этой вот формочки. Видите, что получилось? Q равно testing. И мы можем посмотреть, какой запрос полностью, да? Q равно testing. И вот этот вот веб. Но этот веб, это в принципе не нужно. Допойнтный параметр, можно его убрать. Итак, мы нажимаем сюда, нажимаем breakpoints. И это не очевидно, но на самом деле breakpoints уже поставился. Мы переходим в прокси, breakpoints settings. И здесь видим что? Видите, тут уже много разных запросов, фильтров, которые я поставил. Давайте его модифицируем. Два раза нажимаем здесь и ставим что? В принципе, здесь все правильно, как мы хотим уже. Q равно testing. Меня все устраивает. Что важно? Breakpoint может запускаться как при запросе, так и при ответе. То есть то, что мы получаем из сервера. Нас интересует в этом случае только запрос. Убираем response и ставим такой request, то есть запрос на отправку данных. Нажимаем ok. Все, так как галочка стоит, он включен. И не забываем поставить enable breakpoints. Ok. Ну, собственно говоря, можем нажимать. Вставляем Qtesting, нажимаем enter и запрос должен пойти. Отработал breakpoint, так как мы открыли Q равно testing. Смотрите, ничего еще не открылось, просто потому что программа от меня ожидает решения. Что я хочу? Отменить запрос, либо запустить. Если нажимаю запустить, запрос будет вот в текущем виде отправлен. Execute. Все, Qtesting. Собственно, вот в неизменном виде все произошло. То есть все показалось, все хорошо. Можем видеть тело запроса, все здесь у нас отображается. Но мы ведь хотим модифицировать его, правильно? Конечно же правильно. Поэтому давайте его модифицировать. А снова возьмем здесь, модифицируем, снова поставим Qtesting. То есть точно такой же breakpoint. Нажимаем. Снова должно вылететь это окно, вот на breakpoints. А мы модифицируем наш запрос. Поэтому переходим в вкладку edit requests. И ставим, что у нас здесь. Вместо testing мы пишем, допустим, mobile QA. И нажимаем execute. Вот, видите, запрос поменялся на mobile QA. Есть всякие разные ссылки, которые можем перейти. Вот таким образом мы только что модифицировали запрос, который нам захотелось модифицировать. Конечно же, мы все это можем использовать для того, чтобы модифицировать данные из приложений. Но, к сожалению, там шифрация чуть более сложная. Поэтому на устройстве нужно еще поставить специальный дешифратор. Вот, там есть специальные приложения для этого. Возможно, чуть позже разберем. Что еще важно? На всех ресурсах можно либо включить SSL Proxy, либо отключить. То есть дешифрацию трафика включить или выключить. В зависимости от необходимости. Итак, нажимаем правую кнопку здесь. То есть disable SSL Proxy. На некоторых сайтах он хоть включен. Но дешифрация не идет. Просто потому, что в самой системе, в macOS, у меня не стоит нужный сертификат. Ну вот я решил не ставить его в систему. Поставил только в браузер Firefox на системе. И вот у меня в эмуляторе. Если же поставить это все дело в систему, этот сертификат, то вот еще смотрите, что будет. macOS Proxy. Включайте это, и у вас будет трафик с macOS также дешифровываться. Что хорошо, в общем, интересно. Также все запросы можно повторять без участия браузера. Можно просто вот здесь запустить все запросы. Допустим, нажимаем здесь вот эту кнопку. Repeat Select Request. И этот запрос будет повторен. То есть вот этот запрос снова отправился. И можешь смотреть код 200, да? Complete. То есть все прошло. А что еще интересное есть? А если в проксе зайти, у нас есть также Throttle Settings. Да можно, допустим, ограничить скорость загрузки страниц. Весьма интересная вещь, если вы тестируете перформанс, то есть производительность. Очень удобно для этого. Итак, в основном вы будете работать с брейкпоинтами и непосредственно с запросами. То есть будете записывать эти все запросы, останавливать, чистить запросы, ставить фильтр на определенные ресурсы, да? То есть DuckDuckGo, допустим. Есть еще такая программа, которая называется Fiddler, либо Postman. Вот с ними также можно работать для отправки и обработки запросов. Сегодня мы смотрели только Charles. И простой пример с перехватом запросов в поисковой строке. Далее будем разбирать еще другие примеры. Поэтому подписывайтесь на канал, будут еще новые интересные видео. Пока.